МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллекция архитектурных стилей под открытым небом, место, покровителем которого стал бронзовый код, а визитной карточкой – аутентичные вареники. Единственный в России город с названием на и краткое. Йошкар-Ола, столица Мориэл, Красный город, так переводится его название с марийского. Поезда из Москвы в Йошкар-Олу отправляются ежедневно, вернее, ежевечерне. Путешествие длится 15 часов. Прибываешь рано утром. Расписание поезда составлено так удобно, что можно приехать погулять в город всего на один день, а вечером отправиться в обратный путь домой. Мы только что прибыли, все интересное впереди, и самое время вспомнить историю этого необычного города. Основали его четыре сотни лет назад по приказу царя Федора Ивановича. Загадочный и немного затерявшийся царь в русской истории. Последний Рюрикович – сын Ивана Грозного, которого в противовес отцу называли «святым на троне». Иностранные дипломаты считали Федора I слабоумным. Но именно при нем строились новые крепости в только присоединенных южных ханствах Казани и Астрахани. На севере основали первый порт Архангельск, а в среднем по Волжье на реке Кокшаге появился царев город. Позднее – царево Кокшайск, а ныне – Йошкар-Ола. Забытого царя марийцы не забыли, и первыми в России установили ему памятник. Историю города своим названием напоминает туристам историко-культурный центр «Царево Кокшайский Кремль». Он выстроен уже в 21 веке на том самом месте, где 400 лет назад был первый бастион. Сейчас здесь проходят различные выставки и фестивали. Один из самых ярких и привлекающих туристов фестивалей – Пеледа Шпайрем – праздник цветов и лета. А интересен он тем, что со всех районов республики в столицу съезжаются марийцы в национальных костюмах, поют песни на марийском, готовят угощения. Представьте, только десятки тысяч человек поздравляют друг друга и веселятся. Фестиваль, кстати, долгожитель. Его проводили уже более ста раз. Такие праздники, особенно национальные, они очень привлекают туристов. Мы ежегодно формируем календарь событий, направляем его в регионы, из которых нам самое большое количество туристов приезжают. В нашу республику, особенно из Москвы, очень удобно добраться на поезде. Это когда вечером в пятницу можно сесть и провести в субботу и воскресенье в нашей республике, в нашем городе Ишкар-Але. Есть у Ишкар-Алы и другая оригинальная приманка для туристов. В нулевых здесь утвердили план реконструкции и за какие-то 15 лет превратили город в музей архитектурных достопримечательностей. Кто-то язвительно назовет Ишкар-Алу столицей подделок. А я бы сказала, что этот город своей столицей могли бы объявить любители селфи. Ведь за один день здесь можно сфотографироваться на фоне символов Москвы, Петербурга, Венеции, Бельгии. Что вам напоминают вот эти вот строения за моей спиной? Ну, разумеется, символы двух столиц. Спаская Кремлевская башня в Москве и храм Спас на Крове в Петербурге. С них и началось архитектурное обновление города. И башни и собор здесь, в Ишкар-Але, называются Благовещенскими. Они меньше оригиналов и по площади, и по высоте. Но для селфи эта деталь не важна. А здесь, за моей спиной, легко угадывается Бельгия. Река Кокшага в 2010 году превратилась в каналы Северной Венеции, а ее берег в набережную Брюги со своими фламандскими мотивами в фасадах толкающихся разноцветных домиков. Дома эти, кстати, не жилые, это административные и правительственные здания. Когда в Южкороле появилась еще первая крепость, воеводы сюда был прислан князь Ноготков-Оболенский. Теперь вот эта площадь рядом с национальной художественной галереей называется его именем. Ну, не нужно быть знатоком архитектурных стилей, чтобы разглядеть здесь черты итальянских палаццо. Туристы, кстати, подолгу останавливаются вот под этими часами, чтобы посмотреть особое действие. Перед началом каждого часа практически пустую площадь быстро заполняют люди. Все они приходят сюда посмотреть на хронометр, который местные называют просто «часы с осликом». Там действительно есть ослик, который по известной легенде спас икону Божьей Матери от турок, добравшись с ней из Сербии до Афона. Он-то и появляется перед зрителями и несет на своей спине образ Царицы Небесной, который, кстати, весит 120 килограммов. Ослик, правда, тоже немаленький – 450 килограммов, то есть сделан в натуральную величину. Кто-то подсчитал, что за год ослик проходит 75 километров, а значит, до Греции доберется к 2050 году. Часы с осликом самые точные в Йошкар-Оле. Не отставать им помогает спутник. Есть в Йошкар-Оле, что может показаться странным – памятник герцогу Флоренции Лоренцо Медичи. Это самый известный представитель итальянского клана, тот, при котором в 15 веке наступает золотой век Ренессанса. Потому-то герцог некогда и был воспет в шедеврах Рафаэля и Микеланджело. Но откуда такая любовь к Италии и Медичи в Йошкар-Оле, спросите вы? Дело вовсе не в Медичи, а именно в Ренессансе – возрождении. При Медичи это было возрождение канонов Греции и Рима. Идея Рима II в Византии отражена в работах итальянских архитекторов уже в московском Кремле, ведь Москва в период Ренессанса – Третий Рим. Ну а в 21 веке, видимо, наступила эпоха возрождения этого места. Не только зрелищ, но и хлеба. Зачем еще едут туристы в Йошкар-Олу, кроме ярких красивых фотографий? Оказалось, ради аутентичной кухни. Многие туры в этот город подразумевают гастрономию. Вот вы знаете, что такое Каман-Милна? А под Когльё? Первое – это марийские многослойные блины, а второе – вареники. Вареные пирожки с разными начинками. Они стали настоящей визитной карточкой Йошкар-Олы. На финногорском языке «под» означает «котел», а «когль» – «пирог». В 2019 году под Когль стал продуктовым брендом Республики Мариэл в рамках культурно-туристического проекта «Вкусная карта России». Под Когль должен быть 4,5 см в длину, иметь форму полумесяца. Его не лепят, а плетут. Под Когли бывают самыми разными начинками. Раньше их готовили с зайчатиной, свининой и даже с мясом барсука. Интересно. Мы сегодня будем делать Каман-Милна. У нас в Мариэле разные виды Каман-Милна, и у каждого района своё. Берём для этого Кам, который мы уже приготовили. Это ржаная мука с пшеничной мукой, она высушена в сухой сковороде. Он идёт первым слоем, он уже готовый у нас, а вторым слоем будет уже манная каша. Именно манная каша. Именно манная каша. А потом уже будут следующие начинки. Пьём сковородку. Сковородочка чугунная. Сковородочка чугунная, тяжёлая. Сверху яичный меланж обязательно, чтобы не пригорело. И в печь. Следующий блин будем делать картофельный. Для этого надо дрожжевое тесто уже сразу в печку. Манная каша уже запеклась. Сверху кладём уже кашу дружба. Тут четыре вида злаков. На молоке, с сахаром, с солью. И опять в печь. Пока это готовится, у нас уже дрожжевое тесто готово. Сверху кладём картофельное пюре. А как давно готовят в Марио такие блины? Как, наверное, род Мари появился. Эти блины традиционные. И, наверное, придумали хозяйки, потому что мужья уходили в поле, в лес работать. Совместили и хлеб, и сразу же кашу. Девушек готовят с детства, чтобы умели блины печь. Потому что, когда девушка замуж выходит, на следующий день делают проверку невестке. Она должна испечь блины. Если не умеешь испечь блины, то тебя обратно к родителям уведут. Впрочем, настоящим символом и брендом ёжкаролы стал не вареник, а кот. Ёжкин кот. Почему он, в общем, загадка. Коты в Поволжье появились довольно поздно, в 7 веке нашей эры. Так что как-то особо в мифологии или народных сказках Марицев кошки и не присутствуют. Зато был в русских блинах кот Баюн. То ли злобный усыплял и съедал, то ли добрый такой котя о детишек баюкал. Был ещё у бабки Ёжки её, Ёжкин кот. И тут достаточно было заменить букву Ё на И краткую. И вот он сидит такой. Мышей ловить вряд ли сможет всё-таки 150 килограммов весу. Зато желание исполняет. Особенно, если пошептать их ему на ушко, ну и погладить, конечно. Сфоткаться с ним нужно обязательно, если, конечно, отстоите немаленькую очередь из желающих. Знаете, в честь Ёжкаралы в прошлом веке назвали небольшую планету. И думается мне, что этот город тоже целая планета, где живут люди с фантазией, готовые писать новую историю, создавать новую культуру, не отказываясь от старой. Марицев называют последними язычниками Европы. Ведь приняв христианство, они сохранили многие религиозные и народные традиции ритуалы. И прежде всего, веру в природу, её бесконечные силы. Отсюда и черпают они вдохновение для своего возрождения. Боголына жена Мимнан Мари Мландаш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова